Нужны и важны, но при этом и сейчас я иду первая, и вы идете за мной, и вы добьетесь этой цели. Ну, типа, мы все вместе все это делаем. Вот это для меня лидер. Вот у нас Лариса была королевой, первой королевой в школе леди, и я бы могла назвать ее лидером. Но у нас были настолько жесткие кусачки и непринятия, вот, девчонки, да, Машу, Саня, они не могли принять вообще, в принципе, нищую позицию. Там Маша не обижается ни в коем случае на меня. Вот, и поэтому лидера у нас такового не было. Ну, это очень сложно, когда у вас соперничество идет, очень странно выбирать лидера. Да, а меня всегда хотели на практике столкнуть у Банны с Алёхиной, типа Алёхина, Вика лидер. Она такая девочка, я не скажу, что она слабая, но при этом она не может повести за собой огромную компанию, потому что она не хочет слышать, вот, если я ей говорю, ну, вот, Вика, мне кажется, вот здесь сейчас нужно повернуть направо. Она мне скажет, иди нахуй, пойду налево. И, типа, ты должен идти налево, хотя ты знаешь, что там закрыто, вот, например, в таких ситуациях. Поэтому за таким человеком люди не пойдут, пойдут за тем человеком, ну, вот, который понимает и слышит, ну, вот, так. Алёхина неплохой человек, нет, ну, вот, как, если брать лидерство, я не знаю, на это лучше прийти. Дева. Ну, девы такие, обычно, серые кардиналы, они не прям открытые. Да, ее такие, а, меня так на правительстве назвали, подожди, чтобы они, что, меня так на правительстве назвали. Солнышко, сейчас, подожди, я быстренько сфоткаю свою еду, хорошо? Да, быстро, быстро. Сейчас, все, всю свою еду. Я, Аван, умовый, конечно, да, жесткий. Алёхина эмоциональная просто, да не моче, эмоциональная, но просто есть вот это, что нужно прислушиваться, прислушиваться к людям и как-то с ними вместе объединяться. Но не делать то, что ты хочешь, вот, тупо, блядь, и никого не слушать. Так не бывает. Если ты хочешь за собой повезти компанию, значит, ты с этой компанией решаешь, куда пойти, что вы будете делать. Например, если это будет поход в клуб, ты идешь с компанией, вы вместе обсуждаете, типа, что вы будете пить, во сколько вы уйдете с клуба, кто кого куда пойти забирать, ну, вот, это все нужно обговорить. А есть люди, которые, ну, типа, я сама себе решила, я сама себе пойду, а вы все, если хотите, мне поебать вообще на вас. Ну, так и бывает. Это не лидер. Вот это я вас обозреваю, в основном я. То есть я не люблю нести за кого-то ответственность, я не люблю, когда мне приходится что-то за кем-то доделывать. А мне нравится, потому что я тогда, ну, думаю, так, подожди, вот здесь я наберусь, значит, мудрости. Знаешь, ну, какой-то. Значит, я что-то больше пойму в жизни. Вот мне такое нравится. Ага. Главное то, что у меня друзья в Киеве, вот, кого бы не спросить своих друзей, все они, ну, вот, меня такое и будут описывать. Им меня сейчас не хватает вообще там в жизни, но в сути, вот, мне нравится вообще такое быть. Ну, я тоже хуй, ёлая, блядь, я еще та, блядь, ебанько. Просто многие считают, что лидер это тот, кто физически сильнее. Нет, 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 физически нет. Правильная позиция? Критически, типа, целый хаот может выйти против меня, но при этом он не может стать лидером. Потому что, ну, то, что он сильнее меня, это не лидерство. Спасибо, Александр, спасибо. Я думаю, секрет такую порцию. Я думаю, да, но вообще это, ну, я не знаю, да, конечно. Это же легкая еда. Да, рис, легкая еда. А, там рис еще. Да, угреводы. Там зелень, типа. Ну, короче, рис это тяжело на ночь вообще. Я живу там, но в сути, не знаю. Не, ну, у меня сейчас можно. Утро уже, не забывай. А, да. О, у меня на часах только что было 23.23, представляешь? Да, ну, давай, давай, открывай. Сейчас, что мне там ангелы хотят сказать? Сейчас мы посмотрим зрителей. Мы сейчас открываем нумерологию. О, боже, этот айпад, когда заражается, он так долго думает, но гуляет, что это пиздец. А у тебя сколько сейчас времени? Три ночи? Полвторого. Полвторого. А, полвторого. А у меня полденадцатого. Это вы просто с другой стороны. Если я сейчас скажу, с кем я общаюсь, меня здесь сейчас отпиздят. Вы знаете, с кем я общаюсь? Я общаюсь с русскими людьми. Молодец. Ну и все, девочки, туда. В свое оправдание хочу сказать, что у меня бабушка, дедушка, украинец. И я на 25% украинка. Она на 25% украинка, и здесь украинская аудитория тоже есть. Все нормально. Меня любят украинцы мои. У меня много аудиторий Украины. У меня тоже. У меня 45% аудитория России. У меня фон-аккаунты многие из Украины. У тебя тоже Украина получается. Ну, короче, мы все повязаны между собой. Ага. Вот, знаешь, что у меня больше всего, Кумарик, у меня бывают в пырах, там, типа, пищи. Как ты относишься к Лере Чичи, потому что она украинка и живет в России. Она предала свою страну. А на самом деле она же уехала до войны. Она уехала в Россию. У меня войны еще не было. И она не знала, что так будет. А когда война началась, ну куда ей возвращаться эти первые дни, вот эти территории, откуда она, вот были под страшным обстрелом, ну, типа, туда вошла Россия. Типа, куда ей возвращаться? А зрители этого не понимают и хейтят ее. Мне так ее, ну, жаль из-за зрителей. Они не понимают того, что, ну, куда девочки возвращаться. В пустоту, она там в России имеет работу, жилье, друзей, уже все, ей все бросить. И ехать в Украину никуда. В пустоту. Они не хотят понимать. И меня это раздражает в зрителях. Ну, это такие тупоголовые зрители. Адекватные зрители все прекрасно понимают и могут поставить себя на сущее место. Короче, время мне говоришь, что пришло время. Серьезных перемен. Они готовы и достаточно живы, чтобы встретить свою настоящую любовь. Интересных людей, которые будут сопровождать их по жизни. Интересно, кто же это? Я вот тоже читаю и не понимаю. Это, наверное, где-то возле Оли. Люди у нас ходят рядом. Ой, я покушал. Мне это хорошо. Я вот думаю, раз ты в полу второго, а после риса будешь спать нормально. А я не буду. Сейчас оно переварится, а я пойду тренироваться. А ты сколько раз в день тренируешься? Ну, настроение. Бывает два раза в день, бывает один. Бывает просто, знаешь, что я рандомно встану, поприседаю, поотжимаюсь. Ну, типа. Ну, у меня вообще так было в жизни. Я занималась спортом. Типа, все было классно, прекрасно. Потом с наркотиками я это все забросила. Но оно как-то само, знаешь. Когда не нужно. Ну, ты не считаешь нужным этим заниматься. А после наркотиков у меня случилось так, что я то резко скидываю вес, вот тупо, или резко набираю. Вот мой больше всего вес был это 65, а скидываю я там до 49. Вот у меня такие. Это потому, что я не занимаюсь спортом. То есть сегодня, когда я бухаю неделю, я быстро похудаю. Вот тупо я сгораю. Потом я начинаю кушать, и я набираю этот вес снова. И снова вот у меня вот так. Сегодня я худая, а через неделю я уже такая опа, поправилась. Катюш, пиши, пиши. Просто у меня всегда спорт был в жизни. Ну, то есть я на обходах даже ходила в зал. После лютого лютой торчки. Я шла в зал. Ну, ты сильный человек, потому что когда обхода, и пойти в спортзал, ну, блядь. Я знаю, что это такое. Это когда ты двое суток спишь, просыпаешься, у тебя нету сил вообще ни на что. И ты думаешь, боже, помоги мне собраться. Я бы в таком состоянии не пошла в спортзал. Я не ходила, на самом деле. Сейчас, прости, пожалуйста, Катюша. Катюша, отправь мне, пожалуйста, фотографии. Похвастайся за своим результатом. Сама-то типа, прикинь, девочка пишет. Пришла на марафон 102 килограмма, сейчас 83 весит. Это 19 килограмм, я правильно, что? Юлечка, поаплодируем наше, конечно, пожалуйста. Она умничка, умничка, умничка. Здесь споров нет. Юлька, когда у тебя были последние отношения, спрашивают? У меня 4-5 месяцев назад. Вот сейчас я скажу. Сейчас у нас... Мы разошлись в этом с Яной. Мы разошлись в конце июля. А, мы в конце августа, 18 августа. В конце июля мы разошлись. Потом я уехала вообще с Украины. И так и навсегда. А что вы вместе были? Ну, вообще малость, потому что мы как вообще с Яной сошлись? Она хотела хайпануть. Она мне так и сказала, давайте будем хайпиться. И я ей сказала, ну типа, окей. Я раскручу твои страницы, я дам тебе подписчиков. Только ты занимайся. Я ей так и сказала. Только ты занимайся потом этими подписчиками. Ну, общайся с ними. У тебя будет больше и больше и больше. Но она меня не послушала. Она набрала себе подписчиков. И в сути ничего. Ну, снимает. Снимает какую-то хуйню. Ага. Понятно. Ну, сошлись мы в, сейчас я скажу, где-то в апреле, в начале апреля. Пару месяцев. И да, разошлись. Про характера на мне сошлись. Я хотела, чтобы она была, чтобы она была более верной. Не только мне, а и сама себе. А она меня не понимала в этом. Поэтому у нас были, извини, Свет пропал. Свет, это ты только что сделала? Яна Соколова. Да вы ее найдете везде. Все нормалы. Тем более она сейчас там с Бакулей. И я когда узнала, что она с Бакулей, мне стало стыдно, что я была с ней. Честно вам сказать. Блядь, пиздец. Я поняла, кто это. Мои все друзья. Когда узнали это, мне все начали писать. Типа, а ты видела? А ты видела? Я говорю, что видела? Они начинают мне скидывать какие-то наброски. Я говорю, охренеть. Охренеть. Просто слава богу, что я там больше не существую. Слушай, есть челки, которые фанатеют по пацанкам и которые идут по рукам? Пацанок. Ну слушай, она не была, типа, блядь, с девушками никогда. А после меня ее на Бакулей перепела. Мне и правда обидно. Я типа, что настолько хуевая, что прям на Бакулей. Бакулей нужно. А покажи или сейчас покажи, покажи. Бакулей или кого? Да, да. Ой, Бакуля сейчас употребляет соля, она очень страшная. Она вчера угрожала моей подруге Оле, что убьет ее. И то, что Оля сидела у меня в эфире. Представляешь? Ну, я попросила ребят припухнуть Бакулю, чтобы она не угрожала, потому что, дай бог, попая на людей бросит. Она меня заблокировала вчера. Я тебя не могу попросить. Я же не писала вчера смс-ку, что с какого хрена ты угрожаешь людям. Успокойся. Она меня психанула и заблокировала. Ну, ладно, и бог с ней. Я помню, какая-то такая, как-то она чуть-чуть, как грязновато выглядит. Ну, такая, как... Короче, она просто сейчас потеряла себя, потому что в ней уже не личность, а наркотик. Это так назовем. Мне ее жаль, но при этом я ей ничего не могу помочь. И я понимаю, что вот таким личностям, которые, ну, вот таким наркотикам и такое творят, избила девушку, чтобы ты понимала, в два раза меньше от себя. Тупо за то, что эта девочка, подруга наша совместно, зашла просто ко мне на эфир и что-то написала. Ну, в смысле ты избила ее? За что ты ее избила? Если бы я там была, она бы такого не сделала, потому что она меня боится. Но меня там нет, и она взяла, отпиздила подругу мою. Я попросила парней просто объяснить Бакули раз и два. И сегодня Бакули, типа, Коли должна была пойти с цветами и свиняться. Но это жестко, мне было жаль Колю. Ну что, Бакули еще свое получит. Жизнь Бумеранг такая штука. Это же обидно. Что-то история про испанку, тут несколько раз уже пишут. А, испанка, это, конечно, да, эта история была в том, в клубе, я пошла за долгое время в клуб. Это была в Киеве, у меня вытянули туда мои друзья, пацаны. Говорят, пойдем в клуб потусим, а говорю, я и пойдем. Они пришли первые в клуб, а я, типа, приехала позже. Зашла в клуб, потусили, выпили, типа, все. И меня начали узнавать люди там в этом клубе. И все начали, ну, типа, дай сфоткаться, скажи привет, передай то, передай сё. Ну, короче, вот этот путь помешоначал. Я говорю пацанам этим, говорю, вы можете, пожалуйста, ну, меня больше не отпускать, говорит, что все, я уже не могу, я только с вами и все. Они говорят, конечно. И здесь просто в нашу компанию врывается девочка, и вот так предлагает мне выпить, мы с ней пьем, потом она меня ведет танцевать, я за собой своих друзей, чтобы они были рядом, и она кусает меня за губу, представляешь? И эти пацаны, типа, ого, ого, все, типа, это Юля наша, типа, мы с ней здесь. Вот испанка. Я была у нее дома потом позже, мы с ней там пили, но ничего не было, мы просто пили. Вот, и когда я уходила от нее домой к себе, она мне сказала, что она думала, что если я приехала, то у нас будет секс. А я такая засмущалась, я говорю, какой секс, ты че, говорю, я просто приехала от скурки, никакого секса, нет, нет, нет. И все. Это вся история об испанке. Но она с испанки, типа, она живет в Украине уже несколько лет, точнее, она не живет, а учится, да? Но только из-за войны обучение прекратилось, и она начала там, типа, вот это на всяких там, боже, как это называется, на биржах работать. На интернете там вот эти ставки, вот эта всякая фигня, да. И она нормально, типа, начала крутиться, вот, вот это все, в Украине начала все понимать, изучать. Ну, такая девочка, на самом деле, хорошая, ну, просто, просто ожидать от меня секса в первое знакомство, трезвое, это, ну, не знаю. Слушай, иногда бывает такое, оно когда загорается, прямо настолько, что щелкает и все, и там тебе уже похуй, какая встреча, чего, зачем, почему, иди сюда, мол, но если бы я тоже загорелась, но дело только, не горело желанием. У меня тогда были печали с Яной, и типа, я страдала, ты застрадала, я вообще, просто поехала, типа, типа, знаешь, просто, чтобы Яна побачила, что я куда-то поехала, ну, в сути, я ничего не собралась делать, вообще, ни в коем случае, потому что, ну, я не хотела работать и больно, но при этом, я вот в интернете показала, что, ну, типа, там не в хох, и на тебе, блядь, у меня довольно сквохотило, куклы. Ой, дитянец. Так ты сама меня провоцируешь на это, блядь, 28 лет она провоцирует, для этого покупки. Ну, ничего, вообще, она хорошая девочка, базара за ней нема, но, ну, просто разница, разница и все. Это надо было для опыта, для подписчиков, для всего этого. Понятно. Ладно, солнышко, я пойду мыть посуду, заниматься своими делами. Хорошо. Конечно. Хорошо, все, выхожу. Ребята, всем спасибо большое, что посидели с нами тут, как всегда, я тут задержалась на миллион часов. Селиклик, нам пока. Юлька, немного виноват. Дай Бог вам здоровья, счастья, радости, успехов. Дай Бог вам помогаю. Спасибо за общение. Обнял-поднял. Приподнял. Поцеловал. Пока. Поцеловал. Субтитры сделал DimaTorzok, Субтитры сделал DimaTorzok,